Влада Богат, югославский хорватский партизан, организатор антифашистского сопротивления в Далмации в годы народно-освободительной войны Югославии, народный герой Югославии. Биография. Родился 22 октября 1915 года в Сплите. В молодости работал на заводе, состоял в нескольких молодежных профсоюзных организациях, часто организовывал стачки и забастовки в Сплите. Был политическим активистом, с 1939 года состоял в Союзе коммунистов Югославии. В 1940 году Влада был арестован вместе с группой сплитчен за организацию антиправительственных выступлений и сослан в колонию в Липоглаве. Исправительные работы, где часто подвергался избиению и насилию, после того, как Югославия была захвачена немецко-фашистскими войсками, Богат бежал из Липоглавы, несмотря на изнуренность и усталость, и начал вести бои против немцев. Влада лично создал свою новую партийную организацию и начал закупать оружие. Летом 1941 года его первая группа перебралась на Динару. Влада вошел в партизанский батальон имени Война Зировича, руководителем которого стал в июне 1942 года. В ходе операции в АССР в феврале 1943 года, когда 9-я Далматинская дивизия оставила Далмацию и отступила в Герцеговину и Черногорию, Богат был назначен руководителем штаба группы партизанских отрядов в Далмации. Он участвовал в формировании новых отрядов партизан-антифашистов. Благодаря своевременному объединению сил югославские войска стали наносить удары немцам как на суше, так и на море. В сентябре 1943 года большая часть Далмации была освобождена, чему способствовала капитуляция Италии. Богат в октябре 1943 года, стараясь доказать мощь югославских моряков, участвует в формировании 4-го Приморско-Прибрежного сектора. Некоторое время он был его комиссаром, но позднее стал партийным руководителем сектора. В апреле 1944 года он возглавил 2-й Приморско-Прибрежный сектор. Когда немцы организовывали массивный морской десант, партизанские войска заняли для обороны острова Шолта, Хвар и Вис. Влада командовал 1-й и 13-й далматинскими бригадами на острове Вис. До конца года под его руководством гарнизон острова отбивал атаки немцев и ухаживал за ранеными. В мае 1944 года Богат отправился на остров КРК для помощи партизанам на нем. На рассвете 1 июня 1944 года он прибыл на остров Алип, не зная, что там спрятались немцы. Солдаты вермахта выбрались из леса и открыли шквальный огонь по его лодке, убив и Влада, и еще двух членов экипажа. Память. В городе Задар в честь Влада Богата названа фабрика швейных машин. 10 сентября 1948 года Президиум Народной Скупщины ФНРЮ присвоил посмертно Влада Богата звание Народного Героя Югославии. В ВМФ Югославии один из ракетных катеров носил его имя.